Начиная с 2002 года учёные стали наблюдать в Национальном парке Йеллоустоун следующие явления. Образование новых гейзеров, деформация земной поверхности, увеличение температуры почвы до точки кипения, появление новых трещин и расщелин, через которые происходит выброс вулканических газов, содержащихся в магме, и многие другие опасные признаки пробуждения супервулкана. Настораживает, что данные показатели в разы превышают показатели прошлых лет. Всё это свидетельствует о том, что магма Йеллоустоуновского вулкана с увеличившейся в несколько раз скоростью начинает подходить к поверхности. Исследования, проведённые научной группой Международного общественного движения «АЛЛАТРА», в апреле 2014 года показали, что супервулкан находился на грани извержения. Настораживает то, что после относительной стабилизации показатели темпа активности вновь начинают расти, то есть вулканические процессы на данный момент интенсивно набирают силу. Исследования вулканического пепла на океанском дне вблизи Санта-Барбары в штате Калифорния показали, что извержение Йеллоустоуна происходило не один раз. Удалось выяснить, что разрушительные извержения, произошедшие 630 тысяч лет назад, с периодичностью в 170 лет вызвали две продолжительные вулканические зимы на планете, длящиеся по 80 лет каждая. До сих пор ученым непонятен механизм извержения супервулканов. Считается, что источник их питания находится в мантии Земли, в отличие от обычных вулканов, для которых источник питания находится в земной коре. При самых скромных прогнозах многих ученых, суперизвержение Йеллоустонской кальдеры глобально может привести к резкому изменению климата на всей планете. Но самое худшее то, что он способен моментально уничтожить жизнь практически на целом континенте. Ученые смоделировали данную ситуацию и пришли к выводам, что уже в первые минуты после извержения будет уничтожено все живое в радиусе 1200 км, так как зона, прилегающая к вулкану, пострадает от перокластических потоков, состоящих из раскаленного газа и пепла. Они распространяются со скоростью, близкой к скорости звука, уничтожая все на своем пути. Вторая зона, которая охватывает всю территорию США и часть Канады, будет покрыта пеплом, что приведет к гибели людей, находящихся на тот момент в этой зоне от удушья и обрушения зданий. И это далеко не все смертельные и разрушительные последствия. О странностях, происходящих на территории национального парка Yellowstone, смотрите в завтрашнем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok